Добрый вечер. О главных событиях уходящего дня рассказывает корреспондент Агентства Хабар. В студии Батагос Саркулова. Касм Жамартукаев принял председателя Высшего судебного совета Талгата Данакова, сообщается на сайте Аккорды. В главе государства было доложено о результатах работы Высшего судебного совета и мерах по модернизации системы отбора судей. Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений. Сегодня же Касм Жамартукаев принял председателя правления компании Бариалес Альфреда Штерна. Глава государства подчеркнул особую значимость совместной реализации крупных проектов в Казахстане, в том числе в газохимической отрасли. Австрийская Бариалес – крупнейший мировой производитель полиэтилена и полипропилена. Хотел бы обменяться с вами мнениями по актуальным вопросам нашего взаимодействия. И прежде всего по строительству газохимического комплекса в Атараусской области, которое нам предстоит осуществить. Мы нацелены на тесное и продуктивное партнерство с вашей компанией. Господин президент, для нас большая честь работать в вашей стране. Как мы понимаем, это очень большие проекты для Казахстана. Хотел бы поблагодарить лично вас и вашу команду за отличное сотрудничество и содействие. Мы высоко оцениваем уровень профессионализма тех сотрудников, которые задействованы в реализации данного проекта. И сегодня же состоялся телефонный разговор главы государства с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубиси. В беседе она поздравила президента Казахстана со вступлением в должность и пожелала ему успехов на высшем государственном посту. Хасмжа Мартукаев поблагодарил Амаль Аль-Кубиси и выразил уверенность в том, что дружественные казахстанско-эмиратские отношения будут и впредь укрепляться. Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. В адрес главы государства Хасмжа Мартакаева продолжают поступать телеграммы по случаю вступления в должность. Свои поздравления прислали президент Швейцарской конфедерации Султан Аммана, президент Азербайджана и глава Республики Польша. Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию президент и генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ также направили свои поздравления и выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений с Казахстаном. Премьер-министр России подчеркнул, что Хасмжа Мартакаев имеет большой опыт, который будет способствовать успешному решению масштабных задач на посту главы государства. И к другим темам. Паводковая ситуация в стране остается под контролем. На севере Казахстана большая вода подступает к Аулу-Каратал. Оттуда на вертолете эвакуировали женщин и детей. Их разместили в соседнем селе Кулы-Коль. Там же развернут оперативный штаб. С места событий передает Нургуль Ахметова. Ночь у Руслана Какимова задалась бессонная. К его двору на окраине Кулы-Коля стала подступать вода. Всю ночь не спали. Всю ночь работали. 12 часов где-то начался. Работает. Ребята. Мы тоже помогаем. Лопаты. Вокруг села Кулы-Коль дамбы наращивают до 3 метров. Чтобы успеть обезопасить населенный пункт от большой воды, сюда привезли дополнительную спецтехнику. Добраться в Аулу-Каратал сейчас практически невозможно. За ночь сюда пришла большая вода, которая размыла межпоселковую дорогу. Перелив через трассу происходит на расстоянии примерно 800 метров. И, по словам спасателей, местами течение очень сильное. Готовим. Проверяем снаряжение. Но даже на лодке добраться в Каратал оказалось трудно. За обстановкой в этом селе теперь наблюдают с высоты птичьего полета. Из аула Каратал эвакуировали всех женщин и детей. К селу приближается вода, которую сбрасывают с Селитинского водохранилища. Селитинское водохранилище на сегодняшний день принимает 463 метра кубических в секунду воды. Каждый водохранилище принято решение о проведении попуска воды в размере 574 метра кубических в секунду. На протяжении уже нескольких дней этот сброс не меняется. Сейчас в Каратал на вертолете переправили несколько спасательных групп. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев. Итоги дня. Северо-Казахстанская область. В МВД сегодня заявили, угрозы затопления населенных пунктов в стране нет. Ситуацию спасатели считают стабильной. Тем же, чьи дворы и дома уже потоплены, а такие есть, и тем, чье имущество может пострадать из-за половодья, власти обещают выплатить компенсацию. Сейчас работы, в частности, по откачке воды продолжаются у нас в Восточно-Казахстанской области. Это два дома, которые грунтовыми водами потопление произошло. После проведения этих работ будет проведена, соответственно, оценка. Что касается Карагандинской области, Акмолинской, там, где уже прошли поводковые воды, в частности, то, что я говорил, были переливы с полей, оценка комиссии сейчас будет проведена. Соответственно, после проведенной работы оценочной комиссии будет приниматься решение местными исполнительными органами в случае необходимости компенсации. Средства в бюджетах Акиматов есть. Метеорологические условия, человеческий фактор или неисправность техники. В Казлардинской области продолжают выяснять причины крушения вертолета Ми-8. Специальная комиссия пока не разглашает детали дела. Ясности не внес и сегодняшний брифинг представителей Минобороны. О трагедии спустя пять дней в материале Тимура Казагулова. Причина крушения вертолета Ми-8 до сих пор неизвестна. Комиссия по расследованию трагедии отрабатывает несколько версий. Правда, внятного ответа не могут дать и представители военно-воздушных сил, которые, несмотря на заявленную пресс-конференцию, ясности в дело о трагедии внесли мало. Черные ящики найдены. Черный ящик находится у государственной комиссии, куда нам доступ запрещен. Информацию владеют только представители главной военной прокуратуры, военно-следственного управления и главного управления по надзору за безопасностью полета. Все вопросы пока не снимаем. Это отказ техники, человеческий фактор и метеорологические условия. Потерпевший крушение вертолет Ми-8 был выпущен в 1988 году. На момент катастрофы находился в эксплуатации 31 год. Последний раз капитальный ремонт воздушного судна прошло в 2014 году на 405-м авиаремонтном заводе в городе Алматы. В своем ресурсе вертолет имел 2000 часов налета или 8 лет. Из них по состоянию на 27 марта он налетал 773 часа. Эксперты считают, что экипаж уводил машину от населенных пунктов, до конца стараясь удержать вертолет в воздухе. Вероятность того, что техника упала из-за человеческого фактора низка. Качеству подготовки пилота майора Романа Костыгова нареканий не было. Перед ним летели два молодых капитана. Затем летел майор Костыгов. Группу замыкал подполконник Сагиев, два опытных летчика со вторым классом. Я сомневаюсь, что летчик второго класса, допущенный инструктор, заместитель командира авиационной эскадрии полетной подготовки, хуже летает, чем два молодых капитана. Два капитана прошли, сели спокойно. Тела четырех погибших сейчас находятся в столице страны. Мы их привезли для того, чтобы провести генную экспертизу. Генная экспертиза на время моего убытия сюда на пресс-конференцию уже завершалась. У меня два самолета стоят на аэродроме, готовые к отправке в Учарал. Мы должны два груза 200 доставить и два в Талдукурган. Еще девятерых членов экипажа похоронили в их родных городах. В регионах, между тем, прошли траурные митинги. В Министерстве обороны заявили, помощь семьям погибших не будет разовой. Ведомство поможет им с жильем и решит вопросы обучения и трудоустройства детей. Тимур Казаголов, Азамат Саметов, Даурен Журхабаев. Итоги дня. 46 многодетных семей на востоке страны получат собственное жилье. На квадратные метры для нуждающихся собирали, что называется, всем миром. В Учарском районе прошла благотворительная акция. Бизнесмены, главы крестьянских хозяйств и просто неравнодушные жители пожертвовали в общей сложности 30 миллионов тенге. Сегодня в районе проживают больше трех тысяч многодетных семей. 276 из них получают адресную социальную помощь. Мы сами выходцы из многодетной семьи. Нас девять детей. Поэтому мы хорошо понимаем нужды других. Принять участие в этой акции мы решили сразу. Я и мой брат приобрели в селе Кельдамурад два дома для двух многодетных семей. С сегодняшнего дня в стране начался прием документов для получения адресной социальной помощи по новому формату. Планируется, что господдержку сумма, которая теперь в разы выше, получат больше 830 тысяч человек. Лаура Байбачанова подсчитала, сколько теперь будут получать казахстанцы, нуждающиеся в адресной социальной помощи. Лаура, тебе слово. Спасибо, Бутагос. Начну с самого главного. Собирать кипы бумаг теперь не нужно. Для оформления адресной социальной помощи необходим всего один документ. Удостоверение личности. Это, пожалуй, беспрецедентный шаг в многолетней борьбе за снятие бюрократических барьеров. Действительно ли можно оформить заявку на АСП так просто, мы решили проверить лично, объехав сразу несколько точек в столице, где ведут прием заявок. Обо всем подробнее через несколько минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Средний душевой доход 10 тысяч тенге на каждого члена семьи. С повышенного критерия, а это 20 789, отнимаем 10 тысяч тенге и получаем 10 789 тенге, которые получит мама. На каждого ребенка будет выплачиваться фиксированная выплата 20 789 тенге. Умножаем на четверых детей и получаем 83 156 тенге. В итоге семья получит 93 945 тенге. А вот как это работает и как, собственно, эти льготы получить, я узнала лично. Вместе с министром труда и социальной защиты населения Бердебеком Сапарбаевым мы побывали в нескольких цонах и центрах занятости столицы. Предлагаю посмотреть сюжет. О том, что прием документов на получение адресной социальной помощи в обновленном формате начнут с 1 апреля, многодетная мама Айгуль Рызбаева узнала от соседей. Они же рассказали ей о том, что сумма выплат теперь станет больше. Да и бумажная волокита, из-за которой многие не могли оформить вовремя документы, уйдет в прошлое. Пару лет назад я оформляла документы на получение пособий. Тогда мы должны были каждые три месяца сдавать много бумаг и справок. Да и сумма выплат была очень низкая. Кажется, полторы тысячи тенге на ребенка. Я уже не помню. Не всегда успевала сдавать документы вовремя. Поэтому отказывалась от помощи. Сейчас у меня уже четвертый ребенок. Старшие растут, затрат много. А выйти на работу я не могу. Я пришла с надеждой, что оформлю документы и буду получать повышенное пособие. Это хорошее подспорье для нашей семьи. Только в столице количество получателей адресной социальной помощи увеличится в два раза. Чтобы не создавать очереди, прием документов ведут не только в Центре занятости и ЦОНах, но и в районах Акиматах. Сегодня там ажиотаж. Специалисты едва успевали консультировать и принимать заявки. На подмогу прибыл сам министр труда и социальной защиты Бердебек Сапарбаев. А как добавить по пособию? Можете объяснить? Что нужно добавлять? Наши многодетные... Мы уже неоднократно говорили. Когда доход есть от Пегенгизде, пособие многодетности, теперь за инвалидность, стипендии, они не будут учитываться. Глава профильного ведомства побывал в ЦОНе и Центре занятости столицы. Бердебек Сапарбаев рекомендовал гражданам не создавать ажиотаж. Все нуждающиеся в помощи получат ее без замедления. Не обязательно сегодня приходить. Основная масса людей пришли сегодня. Мы говорим, независимо, когда вы сдавали свое удостоверение личности, 20-го или 25-го насисления адресной социальной помощи будут с 1-го апреля. Поэтому мы еще раз обращаемся к своим гражданам, чтобы не надо создавать ажиотаж, лишние очереди. Лучше спокойно прийти завтра, послезавтра. Заявление комиссия рассмотрит в течение четырех дней. Если семья действительно нуждается в помощи, ее поставят на учет как малообеспеченную. Первые выплаты казахстанцы получат уже в конце апреля. К этому времени будет завершена работа по составлению социальных карт каждой социально незащищенной семьи. Хочу отметить, что глава Минтруда Бердебек Сапарбаев поручил специалистам не требовать от граждан лишних документов и держать этот вопрос на особым контроле. Пока у меня все, Ботогос. Ну что ж, следить за ситуацией в цонах и центрах занятости будут и наши коллеги. Спасибо, Лаура. Только на поддержку государства не рассчитывают члены многодетной семьи из Костанайской области. Боежигитовы открыли свое дело. Глава семьи плюс к этому еще и работает. А в планах расширение небольшого предприятия и создание большого бизнеса. Артем Грапов о том, что помощь это, конечно, хорошо, но и самим плашать не нужно. Восьмилетний Али Бек и семилетняя Аида Байжигитовы каратэ занимаются уже четыре года. Что не соревнования, то победа. А накануне они вернулись из столицы, где проходил чемпионат Казахстана. Там маленькие спортсмены тоже стали лучшими. Здесь надо отметить то, как их воспитали родители. Им привили трудолюбие, усердие и стремление к победе и новым вершинам. Благодаря этому дети сегодня не только в масштабе района и города заявили о себе. Их имена знают в республике. В семье Байжигитовых восемь детей. Старшему 21, младшему недавно исполнилось два года. Двое студенты, трое школьники и еще трое ходят в детский сад. Глава семейства работает в службе безопасности одного из предприятий. Когда отец на работе, тяжелый труд по дому выполняют сыновья. И считаю себя счастливым, например. Конечно, большой рахмет супруге, что она пошла на такой риск, что родила у нее детей таких. И дети сейчас подросли, они у меня какой-то поддержку для меня. Индира Байжигитова не только хранительница очага, но и бизнес-леди. Успевает и вкусных баурсаков на печь, и за прилавком своего магазина постоять. То, что государство нам дает, там пособие эти, конечно, получаем. Но это уже для их будущего, чтобы они знали, что как оно приходит, что как оно достается. Чтобы ценили. Не смотрели, что кто-то нам подаст или кто-то нам преподнесет. А еще Байжигитовы планируют в этом году заняться животноводством. Пока, естественно, не в промышленных масштабах. Артем Грапов и Сергей Трахтемберг. Итоги дня. Кустанайская область. Казахстанские банки одобрили почти 6,5 тысяч заявок по программе 7-20-25. По данным Нацбанка, на сегодняшний день поступило больше 11 тысяч обращений на получение займа. На общую сумму больше 125 миллиардов тенге. Одобрено 6 тысяч 450 заявок на 75 миллиардов. Другим темам. Сегодня в стране стартовала кампания по дополнительной иммунизации населения против кори. Это связано с новой вспышкой острого инфекционного вирусного заболевания во всем мире. В этом году Минздрав закупил более 650 тысяч доз индийской вакцины. Почти на 800 миллионов тенге. Привить планируется больше полумиллиона казахстанцев. Вакцинировать будут бесплатно. Прививку можно получить в поликлинике. На сегодняшний день в больницах республики находится на лечении 84 больных. И среди них есть и дети, и взрослые. Дети до 14 лет составляют 84%. Единственной мерой профилактики является вакцинация. Это всеми доказано. Вот на сегодня идет заболеваемость. Антивакционалисты, они ушли в тень. Понимают, чем это чревато. И, наверное, когда ребенок заболеет, в каждой семье это своего рода ЧП. В ДТП в Алматы пострадали пятеро детей и двое взрослых. Один человек погиб. Трагедия произошла в микрорайоне Алгабас. Водитель микроавтобуса потерял управление на повороте, из-за чего машина упала в кювет. Мужчина, управлявший авто, погиб до приезда скорой. Двух взрослых и пятерых детей положили в больницу. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, в динамике с положительной динамикой. Лечение получает. Спустя почти неделю после страшной аварии с автобусами в столице в больницах остаются 14 человек. Большинство проходят лечение во второй многопрофильной больнице, ближайшей к месту ДТП. Их жизни, говорят врачи, ничего не угрожает. Зья Туякова встретилась с пострадавшими и узнала, что делается в столице для недопущения трагедий. Сюда, во вторую городскую многопрофильную больницу, поступили большинство пострадавших в ДТП с автобусами. 29 из 36 человек. Спустя 6 суток после аварии в стационаре остаются уже 12. Их жизнь вне опасности. На сегодняшний день одна пациентка с подвывиком второго шейного позвонка в удовлетворительном состоянии выписывается на амбулаторное лечение. У нас в стационаре остается 12 человек. Все уже переведены из реанимационного отделения в общепрофильное отделение. Отделение травматологии. Больные, вернее раненые из-за жуткого столкновения двух автобусов отказывают не только в интервью, но и в видеосъемке. Понять несложно. После ДТП, ставшего для многих из них переломным и даже роковым, прошло всего ничего. Почти неделя. Всего неделя. А впереди месяцы восстановления и, возможно, еще операции. Перелом 12-го позвоночника. Не могу сидеть. Пока, говорят, избежал операцию. Возможно, что через месяц покажут еще следующие снимки. Расултан Кенжин этой дорогой и этим автобусным маршрутом добирается до работы из пригорода. Уже давно. Почти доехал до места пересадки, говорит он. Сидел впереди, со стороны дверей. Услышал крики. Сидел спиной, я к переду. Услышал крики и все. И мгновение буквально. Уже очнулся в скорую помощь. Скоро многих отпустят домой. В больнице останутся лишь те, чье состояние еще недавно было тяжелым и крайне тяжелым. Половина из них в ближайшую неделю мы также будем отпускать домой. Но часть пациентов, я думаю, как минимум 4-5 пациентов, они останутся у нас на более длительный срок. Потому что там потребуются повторные, как я сказал, оперативные вмешательства. Под наблюдением врачей остаются 14 человек. Двое из них находятся в первой многопрофильной больнице и национальном центре нейрохирургии. Чтобы не допустить повторения подобных происшествий, Акимат столицы вносит изменения в работу городского общественного транспорта. В частности, ограничена скорость движения по спецполосам Баслейн. До 40 км в час по путному основному потоку направлений и до 30 км во встречном. Пересматриваются регламенты работы самих автобусных автопарков. Если ранее техосмотр был два раза в год, мы проводили, а медосмотр, общий медосмотр один раз в год, То теперь сейчас мы пересматриваем все регламенты. Если раньше водители могли попросить на переработку, которая оплачивалась, Теперь, возможно, руководители автопарка не будут разрешать выезжать каждый день на линию. Полностью сейчас теперь весь график и все расписание будет пересматриваться. Что касается медосмотра, который каждый водитель проходит рано утром перед выходом на линию, То теперь контролировать этот процесс будут отдельные люди. За каждым медработником закреплен сотрудник департамента транспортного контроля ТО «Астана» ЛРТ. Мы полностью хотим исключить таким образом человеческий фактор, чтобы не было... Хотя все медики говорят, что с нами никто не может договориться. Мы, конечно, верим, но, как говорится, доверяй, но проверяй. То есть, перед, около каждого сотрудника, в том числе и механика, Закреплен сотрудник департамента транспортного контроля ТО «Астана» ЛРТ. Ежедневно на столичной улице выходят около 900 автобусов из 8 автопарков. Водители общественного транспорта в городе больше 1700. Взяту Якова, Дориан Журхабаев. Итоги дня. Дориан Журхабаев. И сегодня же в казахстанском МИДе дали пояснение о публикациях в некоторых СМИ информации о переговорах между главами внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая. Цитирую. Наша страна всегда поддерживала КНР в борьбе против трех зол, терроризма, экстремизма и сепаратизма, что неоднократно отражалось в различных двусторонних документах, в том числе в совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном 7 июня 2018 года. Об этом шла речь во время казахстанско-китайских переговоров. Казахстан и Китай продолжат укреплять стратегическое партнерство и дружбу между народами двух государств, содействуя миру и поступательному развитию в регионе и в мире. Конец цитаты. На выборы в Украине по сообщению ЦИК этой страны пришли более 15 миллионов граждан. В тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Так как ни один из участников гонки не получил более 50% голосов в первом туре, то два кандидата с самыми высокими результатами продолжат борьбу во втором туре 21 апреля. Градус этой избирательной кампании был очень высоким. Говорилось об очень серьезных вещах, которые могли быть критическими для проведения избирательного процесса, о каких-то сценариях применения силы и тому подобное. Поэтому для нас действительно важно сказать, что не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений. Беспокойство жителей напрасны, мосту быть к сроку. Таков ответ строителей, возводящих новую железобетонную переправу через Сырдарью на участке Альсид в Казалинском районе Казлардинской области. Опасения сельчан за судьбу объекта появились в конце зимы после незапланированных работ. Пока же жители прибрежных аулов Казалинского и Аральского районов пользуются старой 30-летней переправой, которая функционирует только в теплое время года. Недавний ледоход на Сырдарье заставил изрядно поволноваться жителей Казалинского района за судьбу строящегося моста через реку на участке Альсид. Из-за половодия осели основание опалубки. Сейчас сооружению уже ничего не угрожает. Уже год строят мост. Народ ждет, не дождется. С поздней осени движение на нашей единственной переправе перекрывается, и у жителей пяти аула возникают большие проблемы. Я, например, сейчас еду за своей машиной, оставленной на том берегу. Когда идут дожди, этот участок превращается в болото, ни пройти, ни проехать. А на участке Карлан понтон вообще утонул, поэтому в райцентр делаем еще больше объезд. Вместо одного часа на дорогу тратим по 3-4 часа. Благодаря строительству переправы решатся проблемы около 20 тысяч жителей 13 аулов Казалинского и Аральского районов. Грузоподъемность вот этой понтонной переправы через Сырдарю в местечке Альсиит Казалинского района всего 10 тонн. А грузовые автомобили, чтобы попасть в населенные пункты Бекарстанби, Майдаколь и Туктебаева, совершают почти 150-километровый круг через плотину Басакара. Поэтому жители этих населенных пунктов с нетерпением ждут завершения строительства вот этого нового моста. Заказчики и строители заявили, что у жителей поводов для беспокойства быть не должно. Объект будет сдан в сентябре, на месяц раньше срока. Во время весеннего ледохода и половодия мы вынуждены были укрепить временные опоры и поднять уровень основания. При строительстве используем новую технологию. Пролеты моста монолитные, без балок, внутри тросы. Здесь развернут вахтовый городок. Круглосуточно в две смены работает 120 человек. Задействовано 30 единиц спецтехники. Сложности устранены. Они возникли из-за слабого основания опалубки. Основные конструкции целы. Работы продолжаются согласно графику. Никаких проблем по финансам, стройматериалам и другим оргпопросам нет. Стоимость железобетонного моста длиной в 220 и шириной почти в 13 метров 2 миллиарда 860 миллионов тенге. Разрабатывать проектно-сметную документацию начали и для моста на еще одном проблемном участке района, местечке Карлан. Если проект утвердят, возведение объекта начнется в следующем году. Стройка завершит решение проблем транспортной связи с аулами, расположенными в районе на противоположном берегу Сырдарьи. Олибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов. Итоги дня. Казалардинская область. В Туркестане стартовал международный турнир по боксу, посвященный памяти олимпийского чемпиона Амбекзата Сатарханова. На соревнования приехали больше 200 спортсменов. Звания лучших они оспорят в 11 весовых категориях. Сразятся как новички, так и те, кто уже смог добиться весомых побед. Среди них чемпионы мира и Азии. В числе почетных гостей чемпион Лондонской олимпиады по боксу Серик Сапиев и олимпийский чемпион в Сиднее Ермахан Ибраимов. Бигзат Сатарханов – олимпийский чемпион 2000 года в полулегком весе. Победа уроженца Туркестана тогда стала настоящим фурором и гордостью для всех казахстанцев. Это 18-й турнир памяти Бигзата Сатарханова. С каждым годом число участников растет. Расширяется и география соревнований. Если в Туркестане появится свой аэропорт, то приедут еще больше спортсменов. Этот турнир должен стать одним из элитных. У него большое будущее. И это все, о чем мы успели рассказать. Напомню, все наши новости доступны на нашем сайте. Всего доброго и до свидания.